Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня очень важное видео соляная кислота желудка и наше с вами здоровье. Какова же тут прямая связь? Что происходит у многих после 30-40 лет? Сыроедение, живое питание лечат многие болезни, но некоторые на нем худеют, а начав есть вареную пищу, вес растет, но и болезни возвращаются. Каковы же причины потери веса и как же прервать этот порочный круг? Кислотность желудка и кислотно-щелочной баланс организма не одно и то же. Усвоение питательных веществ и кислотность желудка – важные советы для вашего здоровья. Ну а как же вырабатывается сама соляная кислота желудком? Об этом я расскажу в самом конце данной лекции, кому это будет интересно. К сожалению, люди недооценивают важность кислотности желудочного сока у них, а ведь от ПА желудочного сока зависит ваше здоровье. Гипооцидность – это состояние, при котором желудок не может производить достаточно нужное количество желудочного сока с необходимой для нормального пищеварения концентрации соляной кислоты с PH1-3. При пониженной кислотности желудочного сока пища должным образом не переваривается, не высвобождаются и не усваиваются, то есть не всасываются в должном количестве питательные вещества, отдельные элементы. Низкая кислотность просто лишает организм питательных веществ, снижая тем самым потенциал жизни человека, провоцируя дефицитные состояния и различные многочисленные болезни. Про еще одну важнейшую роль соляной кислоты желудка – дезинфекцию. Я говорил в своем видео «Низкая кислотность желудка разрушает здоровье». Посмотрите ее непременно, кто еще не видел. Кстати, есть еще одна важная проблема – недостатка соляной кислоты желудочного сока – это неполное расщепление белков на аминокислоты с последующим, в таком случае, всасывание неразобранных белковых фрагментов в кровь с возникновением со временем аллергий, аутоиммунных и других заболеваний. А что происходит с белками, в особенности с высокомолекулярными, в первую очередь животного происхождения, и белками-лектинами, я пояснял в своей лекции «Раздельное питание». Ссылка на нее будет в описании под этим видео. К 35-40 годам или по мере старения организма кислотность желудочного сока понижается. Переедание, еда на ночь и сладости приводят к этому состоянию неизбежно. Ну, а также отсутствие в рационе питания зелени и дикоросов. Посмотрите непременно вот эту мою прошлую лекцию про зелень. Но это еще не все. Очень большой проблемой является плохое пережевывание пищи, слабое ее измельчение. А ведь чем мельче частички пищи попадают в желудок, тем легче они перевариваются в ЖКТ, и тем больше из этой пищи высвобождается и усваивается питательных веществ. А вот дефицит соляной кислоты и плохое пережевывание пищи приводят к дефициту питательных веществ в организме и к иммунодефициту. С годами, а не с возрастом. Тут возраст всего лишь показатель продолжительности этих дефицитных состояний. Запомните эту очень важную мысль. Помимо химической несовместимости компонентов еды, помимо химии в быту и всяких дисбактериозных состояний, плохое пережевывание пищи приводит и к газообразованию, вздутию, особенно если у вас есть синдром дырявого кишечника или СИБР, синдром избыточного бактериального роста. И последнее, потому что это не все знают, на ярмарке мы больше никакие не ездим и наши товары не вывозим, поэтому, дорогие друзья, все заказывайте только на нашем единственном официальном сайте надгард.ру. И вся информация, которая указана на сайте, точная. А там, если что, есть переход на второй наш сайт. Исхудание на сыроедении. Да, и есть такая проблема. Но она связана не с самим сыроедением, как системой естественного живого питания человека, как и всех живых существ на нашей планете, а с совершенно объективными несколькими факторами. Она связана с ошибками, с незнанием людей. Первая причина – это паразиты. Смотрите мою данную старую лекцию. Вторая – гипоцидность или вообще ахлоредрия, то есть нулевая кислотность. Третья – это состояние СИБРа или синдрома дырявого кишечника. Ну и, конечно же, скудность рациона и бедность почв, и, соответственно, состава продуктов, выращиваемых на ней и потребляемых человеком. Одна из главных ошибок на сыроедении, веганстве и вообще на разных ЗОЖ-диетах – это доведение себя до состояния гипоцидности. Именно доведение. Тут виноваты мы сами. Ведь поймите, все среды организма должны быть в своих нормах реакций. В данном случае имеется в виду свой ПАЖ-баланс. Желудок должен иметь кислую среду, а кишечник – щелочную. Подробно я раскрываю данную тему в моей лекции «Кислотно-щелочной баланс», где я ставлю вопрос «Так что же нужно, закислять организм или защелачивать?» Но я ставлю там не только вопрос, но и даю ответ, то есть, по сути, ставлю жирную точку в этом извечном вопросе. Объясняю все досконально и логично. Если же человеку исхудавшему, но не имеющему кишечных глистов и питающемуся нескудно давать капсулы с соляной кислотой, то он начнет набирать вес без изменения своего привычного питания, так как улучшится его пищеварение и всасывание питательных веществ. Грамотное сыроедение, вообще-то, это благо. Но люди совершают ошибки, не зная основ биологии и физиологии. Поэтому мои лекции и помогают понять их, эти ошибки. А значит, и исправлять эти ошибки. Не так ли? Прошу вас, дорогие товарищи, написать мне об этом вот здесь, под моим видео, в комментариях. Мне важно иметь от вас обратную связь по ключевым моментам. Не зря ли я делаю вот такие маленькие, но важные, как мне кажется, видео, разбирающие очень тонкие моменты, которые люди, как правило, упускают. Напишите мне об этом под этим видео. Так вот, перейдя на сыроедение, многие люди избавляются от своих болезней, действительно, но при этом худеют. А возвращая вареное питание, набирают прежний вес, но и возвращают свои болезни. Опять переходят на сыроедение, болезни уходят, но уменьшается вес. Теперь вы знаете, почему это происходит и что же нужно делать, чтобы избежать таких состояний. А восстановить нормальную кислотность желудочного сока просто. Перед каждым приемом пищи пейте разведенной в воде яблочный уксус, как я советую в своей лекции про яблочный уксус. И ешьте больше зелени и культурный, и дикоросов, ну и не сладких зеленых коктейлей. А сахар и вообще все сладкое по возможности уберите своего рациона питания. Вот эти две мои лекции посмотрите первым делом, когда смотрите это нынешнее видео. Внимание! Кислотно-щелочный баланс и кислотность желудка – это не одно и то же. Наш организм вырабатывает для своих нужд только соляную кислоту, запомните это. А все остальные кислоты, какие вы можете вспомнить, вырабатываемые организмом, молочные, например, и другие, являются побочными продуктами и отходами метаболизма, то есть обмена веществ. И должны быть выведены, удалены из организма через наши выделительные системы непременно и как можно скорее. Так как их задержка в организме приводит к нарушению обмена веществ и к возникновению различных болезней. В желудке должна быть кислая среда СПХ1-3, а почти все остальные другие среды нашего организма щелочные, и это нормально. Ну а кто толстеет даже на фруктовых соках, что естественно, не удивляйтесь и противоречий не ищите. Их нет и быть не может. Просто смотрите мои видео «Инсулино-резистентность» и другие по теме, которые я вам сейчас порекомендую, и тогда вы все поймете. Советую все мои лекции конспектировать. Итак, посмотрите мои следующие видео для вашего полного понимания данных вопросов. Низкая кислотность желудочного сока. Инсулино-резистентность. В ней я разбираю признаки инсулино-резистентности. Кислотно-щелочной баланс. Калории. Раздельное питание. Хлорофилл. Почему не стоит варить пищу? Почему не стоит есть после 16.00? Почему же вас тянет на сладкое? Дисбактериоз. Синдром дырявого кишечника. И почему же зожники все же болеют? А под теми видео вы найдете другие ссылки. Если захотите, посмотрите их. Вообще, дорогие друзья, смотрите мои лекции. И вы будете знать самое главное. Вы будете знать свой организм и как же оставаться здоровым человеком и быть таковым долго, если, конечно, не лениться. Ну, а как обещал я в начале своей лекции, Сейчас я поясню, как же вырабатывается соляная кислота желудком. Я никогда этого, в принципе, не говорил. А знать это стоит. Тем более у вас сейчас на это уйдет несколько секунд. Когда мы жуем пищу, или думаем о еде, или когда выделяется слюна, тогда выделяется автоматически и гормон гастрин, который синтезируется G-клетками в пилорических железах полостей желудка. Есть еще один гормон, который стимулирует выработку соляной кислоты, это гистамин. А измерить уровень соляной кислоты можно аж хлортестом в лабораториях. Но можно понять, что у вас есть дефицит соляной кислоты и так по характерным признакам, о которых я, впрочем, говорил и не в одной лекции. Восстановив нормальный паз желудка и скорректировав свое питание и режим, придет и подъем силы и энергии, пройдут многие болезни, улучшатся состояние ногтей и волос кожи, пройдет пристрастие к неестественным вкусам. Ну а на этом, пожалуй, все. Понравилось вам данное видео? Поддержите тогда мой канал лайками, репостами в соцсетях и подпишитесь на мой канал, кто этого еще не сделал. Ну и, как всегда, в конце я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия и увидимся в новых видео. До свидания!